всем доброе утро у нас так пасмурно и пахнет дождем но дождя мне кажется не будет я не знаю там что там передают не передают надо сейчас посмотреть поэтому по сайту какашки тоже под ноги надо смотреть а потом знаете протестует жители протестуют что типа загрязнена сами не убираете потом чем как говорят чисто не там где убирают а там где они мусорят мануит верно же ведь вот и доме на работу на улице так хорошо свежо прям ну как свежо 27 градусов не так уж и свежо но не жарко пойду поработаю не знаю что с пляжным днем чем поработаем потом вам покажу что почем свет в конце туннеля время уже 10 а я все еще иду но я увидела этого почтальона а мне посылка с алиэкспресса должна была прийти ну там этот чехол можем телефон и я говорю чтоб он я пока паркуюсь он может знаете оставить мне уведомление мне потом не охота на почту переться и я говорю посылка мне там есть он такой сейчас подожди искал нашел я буду мне потом чуть не хочется переться на почту всегда столько народу много мне еще одна с него сегодня посылочка должна прийти вот знаете какие то странные обычно вот когда заказ делаешь внизу там написано ставьте заметку если вы в какое-то какое-то время не отсутствуете но я написала специально же написано чтобы для наверное в это время поставщики не приходили я им написала что такого-то времени с утра меня не будет ничего вы думаете приходит вчера уведомление что присыл посылка вам придет именно в то время когда меня не будет простите тогда а зачем вы у вас есть такая графа в которой нужно заполнять но какие-то там вот эти ну заметки или еще что если потом не соблюдаете меня ничего не поняла в общем посмотрим если чё скажу как ящики почтовым оставляет там она небольшая посылочка а вот еще как иначе иначе никак не будет а знаете скажешь им там сейчас я приеду вас только-то они скажут ой в это время но не будет мне надо ехать туда мне надо ехать сюда таки противно вообще или даже я говорю давайте с вами где-нибудь встретимся может у меня на голове чай ливей меня сувы машины едет не хотят они саду не соглашаются там иногда встречаться очень бред я вообще не понимаю как у заказа делаешь еще надо сидеть целый день и сидеть и ждать эту посылку а если ты работаешь как люди через интернет покупают да я стараюсь вот если посылки какие-то что либо через почту вот потому что почта если даже меня не нет они потом просто отвезут и истю либо на понедельник когда я могу но опять же не трудно подсчитать что прям вот понедельник попала посылка еще не знаю в иное время нужно сидеть и ждать когда вот они придут неудобно очень вот делают такие графы что напишите которое время вы будете дома написала и толку именно в то время принесут когда меня не будет дома как это приходите в гости когда меня нет так и получается знаете кто ко мне сейчас приходил налоговая да народ вы приходите да а ты ее обновил все он ее встретил как надо надо пришлось его закрывать что приходили не знаю даже не поняла то ли они смотрят сколько здесь народу то ли что в общем не понятно потому что не спрашивали не сколько заработала они не вообще ничего только мои данные которые они до у них должны быть я так думаю и еще чуть я не поняла она говорит я сюда пришла тут никого нету тут все закрыто я говорю кого хотите здесь найти 10 одни туристы немцы да эти ходят и все здесь больше нет никаких ну таких каких-то ну две кафешки есть и то они открываются чуть пора попозже она вот меня послали сюда тут ничего нету я уже заблудилась я уже замучилась здесь ходить его походишь ничего страшно так что так она такая подошла зашла вначале когда ее облаял вот дать эти ее облаял-то тетю ее облаял-то обновил всю инспектор да нет да даже не 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 под моим заработком или еще что-то не знаю зачем приходил может это опрос какой был или что я так и не поняла но дело не в этом дело в том что я уже сейчас домой пойду я такая смеюсь говорю еще бы чуть-чуть время уже здесь не было так что так нагрянула налоговая налоговая подогрела соус мужики пить о заметно да теперь заливаю все это соусом что у меня там видите все бурчит уберу немного и не очень буду помешивать потому что все-таки макароны же и все варим до готовности пробуем на соль смотрите как вкусно уже получается ням ням лаврушечки туда сейчас добавлю и будет все такая вкуснятин у меня переложила в большую кастрюлю потому что я знаете хочу чтобы был как бы как супчик такой с бульончиком видите тут уже бульон намечается вот так что все пускай варится добавила лаврушечки и пускай варится ням ням вы такие делаете макароны чиненые фаршированные вот же вкуснятина вот это мангу сочные вкусные самые вкусные мангу это наши смотрели и альмунегара больше но не прорастает по моему нигде зимой прорастает привозят но это с коста-рика или еще откуда-то но она вообще разное это такое сочное у нас знаете прям вот бешевую так вот все обливаешься а вот если оттуда откуда-то ну как-то суховато и не такой волокнистая я кстати с мангу познакомилась еще в россии попробую мага она волокнистый такой зубах застрепает так вот купила в россии себе мангу помню и зимой она была знаете я откуда знаю как его надо есть интернет чуть не было нас по моему еще или как в общем я его почистила но твердый было и как морковка вот я ела его и думаю блин такие деньги за такую фигню она тверда и как морковь его за морковку я еще будут такие бабки отваливать такая параша что есть то есть правда и вот тут я в испании уже долго его не покупала не ела думать что я морковку не ела что ли пока по моему или муж не принес или кто-то нас не угостил и он от лежал так лежала и стало мягким не выбрасывать как всегда было жалко думаю съем и тут-то я его и распробовала теперь когда сезона у нас сейчас сезон мангу для только его примут каждый день на десерт вкуснятина макарошки все еще варятся они уже видеть как разбухли и бульона почти нету еще что-ли добавить воды просто добавь воды кстати посылка то все еще не пришла написано было с 9 45 до 11 45 время уже 2 а посылки то и даже духом нету вот так вот вот так пунктуальной сидим вот так целый день жди да в общем нет ну просто я-то сидел сейчас буду сидеть как бы ждать до четырех потому что потом я поеду на пляж такая духотища просто невыносимо несмотря на то что нет солнца но парит просто как будто в сауне так что буду сидеть до 4 вот такой получился у меня обед добавлю сейчас греческий йогурт сметаны к сожалению нету сметаны было бы намного вкуснее всем приятного аппетита на пляж я не поехала смотрите у нас какая погода мрачно как-то сумрачно даже по машинам судя по машинам дождь прошел небольшой ну потому что грязные стали стекла есть когда выходила и посылку мне принесли ровно в четыре часа представляете в четыре часа говорили до 5 до без пятнадцати двенадцати принесут ну ладно сейчас иду спорта сейчас похожу на сумму попляшу бассейн не поплавлю духота конечно стоит стоит чем-то мы говорили и пойдем потом с чарли гулять такие нас по закоулочкам иду видеть там закоулочки по которым можно с тобой спокойно заблудиться ты дом смешной такой даже страшно в нем было бы жить потому что какой-то слишком он тонкий а тут очень много кошек живут и вон там у них есть еда вода везде есть в общем вот так вот такие вот улочки у нас видите как тут не заблудиться очень можно даже заблудиться так я и блудилась первые дни вот видите выходишь другие улочки потом другие улочки все это нужно опознавать распознавать и обхаживать мир спорт жвачка идем жир изданить кстати у меня вот такие часы есть спортивные вот у них батарейки садились я вчера в китайский заехал купил две батарейки но чё-то сам этот как ходомер он называется да которые шаги считает и килокалории в общем нормально работает а время иногда слетает и опять показывает 0 0 0 0 в общем наверное трындец пришел но это часы знаете откуда они из этот типа подарок из магазина косметику то я там покупаю не все равно рано и весь ручье и весь ручье или что-то там такое в общем и там подарок такой предлагался видимо стоит 3 копейки все равно приятно но видим им крандык пришел у нас дождик прошел представляете ну как всегда грязевой машины все чумазы я иду все такая освежившийся набегалась на прыгалась в общем бассейне накупалась свеженькая сегодня платье сразу одела сандалий зайду сейчас домой кину сумку и возьму чат не пойдем гулять слова хорошо что на улице так сверху свежела после дужечка в четверг в среду такая разница надо еще морду намазать кремом а то все стягивает в общем вот так вот вот так вот погуляю с чарли и все и домой котлеты лепить чарли меня потерял он нам с другом вот этот друг которого мы на пляже встречали а белая какая-то новая и вот он и перейдите посматривать на меня смешной такой как ребенок ей богу а мы тут в парке смотрите какая погода замечательная вот люблю я все равно даже вот такую погоду так вот пахнет в воздухе чистым дождем классно вы любите такую погоду пасмурную ну конечно если в каком-нибудь питере где постоянно пасмурно но наверное то не хочется такой погода у нас бывает такое редко чтобы прям вот дождем пахло поэтому класс даже дождю радуюсь и еще знаете что хорошо у меня белье висело в этом на ну наверху я перед перед занятиями ушла и сняла это милов на место там и это сняла перед уходом на занятия белье и была права я сейчас машинку включаю каждый день мне машинка огромная на 8 килограмм на того вмещается все на 12-15 килограмм поэтому стирка у меня где-то раз в неделю два раза в неделю сейчас каждый день но я и не набивай на полную там можно на малы поставить воды чтобы было больше воды и полная я ставлю на меньше из-за того что одежда спортивная все это я сегодня хоть выжимай вообще прям вот так вот все течет вытирайся не вытирайся все течет вообще не знаю сколько литров воды но не один и не два точно что то тут делают не пойму машины какие-то что-то то ли убирают то ли чё фиг его знает все чарли нагулялся чё-то он вообще сейчас не хочет гулять ты чё все нагулялся малявка там просто колокола бьет а он их не очень любит до 2 2 2 так бассейном пахнет от вот этого точнее хлоркой даже не бассейна остановка я вот тут просто пристегиваю ну чтобы не наклоняться он уже знает все прекрасно как это сказать самостоятельный парень все люди спортом занимаются ходят это у нас черемой эти огородка сады огороды скоро спать на им будут они большие уже таки висят маму сама на акураты на им спера спера умеет дорогу переходить смотрите какой маленький собачек у меня такие ножки короткие всегда тут ходит гуляет вообще прям коротулечки такие то нищина вот это большой наверное в 3-4 раза меньше чем мой чарли такой смешной сейчас парке видела мужчина ходил знаете с чем черная какая-то птица как на сороку похоже сидел у него на плече такой вот знаете потом раз полетел ручной как собака летает потом прилетает опять у них сумка такая есть как вот переносник для собак маленьких представляете что птица ручная вот такой полетала потом опять пришла к нему села хотела заснять но он был видимо то ли женой то ли с мамой я не знаю лицу не всматривалась и очень как-то неудобно да достать камеру и снимать их ну очень странно что птица тем более там не попугай какой-то а сорока какая-то черный черный маленький такой под сорок сюда ходила но мне не очень понравилось как меня тут подстригли хамоны в общем вот так собака и даже птиц можно приручить представляете город 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 спера мои котлетки я складываю вот на такой вот подносик у меня есть специально для заморозок потому что он небольшой вот и замечательно замораживается потом просто когда заморозится складываю в пакет маслом сейчас руки обмажу и буду котлеты лепить так Когда заканчивается место на подносе Но я не кладу их рядом Потому что будет легко отлепить Я просто сверху Как это называется пленкой Кладу Сверху котлет И еще раз котлеты сверху уже кладу Сюда, сюда, они уже не слипнутся И будут замечательно себя чувствовать И заморозку когда вытащишь Они отлично отлепляются от этой пленки И складываю в пакет Кстати пельмени делаю таким же образом И не надо знаете 150 подносов Тратить Потому что их где морозить то столько Все на одном подносе Три ряда можно сделать У меня три не получится Там всего пару котлет осталось Обычно пельмени делаю три ряда Один ряд пленка Второй ряд пленка Третий ряд пленка Ничего не сжимается, ничего не сплющивается Все нормально И через на следующий день Уже просто их в пакет складываю И все Так что все, зашумись Вот такой вам лайффак Если вдруг не знали Вот таким образом Видите, вот эти вот три Они сверху лежат Замечательно отлепятся Так что вот так Пошли в заморозку На ужин у меня сегодня Две сливы вот такие Кстати тоже очень вкусные сливы И один вот такой маленький Небольшой этот Инжирный персик Вот такой вот у меня ужин Так что всем приятного аппетита Буду прощаться с вами еще до завтра Всего вам самого наилучшего Подписывайтесь, ставим лайки И пишем комментарии И всем пока-пока До завтра Субтитры сделал DimaTorzok